Практически с самого начала специальной военной операции Наталья Третьякова старалась оказать посильную помощь тем, кто отправлялся на передовую. Сначала она просто переводила денежные средства, а теперь решила самостоятельно организовать гуманитарную помощь для тамбовских солдат. Сейчас же на улице холодно и нужно как-то утепляться. И поэтому мы закупаем теплые вещи для того, чтобы было тепло, сухо и уютно. Вот, перчатки двойные, носки теплые, все это закупается в Москве, я привожу это все с Москвы и отправляем ребятам на передовую. По словам Натальи, все вещи качественные, некоторые позиции отечественного производства. Вместе с теплыми вещами в коробки кладут и детские рисунки. Как признаются сотрудники магазина, солдаты ждут подобные подарки с нетерпением. Они бывают разные, это рисунки, письма, поделки и даже шоколадки. У меня многодетная семья, у меня трое детей, и они все с удовольствием рисуют солдатам. Письма пишут, поделки с ними делаем, им очень нравится. И вот когда они пишут слова, вот сейчас даже мурашки по коже бегут. Как это все трогательно из детских уст, и как они переживают, и как они хотят, чтобы это все побыстрее закончилось. Неравнодушные покупатели тоже решили поучаствовать и помочь военнослужащим в зоне СВО. Люди собрали средства и закупили медикаменты. Посылки будут отправляться от имени матерей Тамбовщины. На каждой коробке написан адресат. Это сделано для того, чтобы все точно дошло до наших ребят. Чаще всего посылки собирают с учетом запросов самих солдат. Татьяна узнает, что им необходимо, покупает нужные вещи и отправляет. А они, в свою очередь, присылают слова благодарности и фотографии в новых вещах. Да, стараемся возить то, что нужно нашим ребятам, потому что все-таки устроить как-то быт в полевых условиях необходимо. Поэтому сейчас в пледу водолазки отправляли мы им вот такие, вот это теперь ждет большая машина, вот такие легкие сапоги, которые теплые, на меху, и им в этом удобно. В ближайшее время тамбовским солдатам будут отправлять свечи, шуруповерт, степлеры, пароизолятор и другие средства быта. Собирают именно те вещи, которые будут необходимы в полевых условиях в такое холодное время года. Полина Матовникова, Илья Тырса, Евгений Мещеряков. Область новостей.